Я сегодня буду затрагивать вопросы духовной жизни, конкретно исполнения Духом Святым. Мы затронем здесь Божье присутствие, Божий голос и конкретно исполнение Духом Святым. Что радикально отличает верующего человека от ученика? Если бы меня предложили сказать буквально одной фразой, я бы ответил местом из Писания. Там написано, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Вот кто-то ревнитель закона. Им надо выяснить, что ты там проповедуешь. Может ты против наших правил проповедуешь. Ну мы-то понятно, что мы оба верующие. Ну ты вот как, знаете. А кто-то, написано, исполняется радости и Духа Святого. И он ревнитель об этом. Аминь. И вот это то, что, друзья, я сегодня просто, моя душа, она просто сильно ревнует о том, чтобы каждый человек в церкви. Потому что за годы, что мы служим, что развиваемся, что пытаемся как-то, знаете, Царство Божие продвигать на земле. Одно и то же. Верующих много. Учеников мало. Когда ты спрашиваешь... Я сегодня у среднего христианина, будем так говорить, спрашиваю. Ты исполняешься Духом Святым? И у него в глазах чаще, даже если он потом начинает все правильно отвечать, потому что можно ответить правильно, а можно правдиво. Правда? То чаще всего даже в глазах ловится такой вопрос. Что ты имеешь в виду? Что значит исполняться Духом Святым? И обычно ответы следуют такие. Ну я читаю, молюсь. Я сегодня молился. Ты исполнялся сегодня Духом Святым? Я молился. Друзья, это не одно и то же. Молятся все верующие люди. Так или иначе. Они молятся. И причем даже, ну смею догадываться, что почти каждый день. Ну хоть чуть-чуть. Как один брат мне недавно сказал. Ну я так устаю, что я просто, ну Господь, ты все знаешь. Спасибо за все. И спать. Ну бывает такое. У каждого бывает. Но ученик это человек, который ревнует не об исполнении молитвы. Понимаете, это совершение молитвы. Апостол Павел говорит, желаю, чтобы совершались молитвы. Это могут делать все верующие люди. В другом месте он говорит, исполняйтесь Духом. Если ты не знаешь свое призвание, если ты не знаешь, куда тебе идти и что тебе делать в каждом дне. Это не вопрос того, верующий ты или нет. Это вопрос исполнения Духом Святым. Водиться Духом можно только, если ты им наполнен. Согласитесь, друзья. Я приводил пример в одной из своих передач, что, знаете, вот Деяние 13 главе, там такой момент интересный описан, что уже после Пятидесятницы, вот эти все фразы исполнялись Духом, радостью, они уже были после Пятидесятницы. То есть это не момент, что один раз он тебя наполнил, значит, ты уже крещен, погружен в Дух и все. Теперь чудеса, знамения, ты же видишь, нечасто-то иногда и бывают они. Но они исполнялись радостью Духа Святого каждый день. И вот в 13 главе там интересный момент такой описан, что там пророки, учители, в том числе там Павел, Варнава был, такие, знаете, мужи Божьи. Они все вместе там написано, собрались, молились, постились там, и Дух Святой проговорил, отделите мне Павла, Варнаву на дело. То есть вот оно задание. Они исполнялись Духом Святым, имели возможность слышать, что нужно делать. Аминь? Скажи кому-то рядом, исполняйся Духом Святым наконец. Сколько можно, да? И вот, друзья, я хочу сегодня затронуть эти вещи, еще чуть-чуть, ну, дать такой, как стимул, и в то же время какие-то подсказки, просто ключи к тому, как, ну, вот я, например, это делаю. Мне это очень нравится, именно вот эти вещи. Может быть, кто-то будет учить или подсказывать какие-то другие ключи. Я сегодня считаю, что вот то, что я говорю, буду говорить, это, ну, главные ключи. Прежде всего я хочу сказать, что когда ты исполняешься Духом Святым, ты будешь слышать Божий голос. Я часто встречаю, люди говорят, я не слышу, как Бог говорит. Это сразу надо задавать вопрос, исполняешься ли ты Духом Святым. Без этой воды внутри никакого голоса. Я сегодня вам покажу кое-что из псалма. Давид хорошо это понимал. Но прежде этого еще скажу какие-то вещи. Мы вчера тоже говорили, и, знаете, говорили за вообще смысл жизни. Вот мы говорили за посвящение. Вы знаете, когда-то я просто упомяну это как свидетельство такое духовное. В своей жизни однажды я так хотел духовных проявлений в своей жизни. Я так хотел слышать, получать откровения, пророчествовать, уметь влиять на людей. То есть проповедовать так, чтобы это людей касалось. Для меня это был вопрос жизни и смерти. Я понимал, что я очень этого хочу. Я делал там целое посвящение. Делал список такой, посвящение. Переписывал всю свою жизнь по пунктам, что я отдаю Господу. Если ты никогда этого не делал, я тебе советую это сделать. Потому что мы часто говорим, я отдаю тебе всю свою жизнь. Но если бы Бог тебя попросил сейчас детализацию, конкретно, что ты отдаешь, возможно, ты бы увидел, что не так много готов и отдать вообще-то. И вот мы говорили о том, что лично я сказал, и я сейчас это могу и при всех повторить, друзья, что для меня в жизни самое главное – это слышать его голос. Самое главное, самое основное, значит, ты можешь остаться вообще без ничего. Но если у тебя будет вот слышание Божьего голоса, если у тебя будет этот голос… Вы знаете, когда я сейчас говорю за голос Божий, я не имею в виду сообщения Богом какой-то информации. Я хочу сейчас это показать. Божий голос – это то, что производит действие. Потому что люди иногда говорят, что когда Бог тебе говорит, это шизофрения, голоса. Это не просто голос, информация какая-то в твой разум. Это действие. Сейчас я это покажу. Давид, он говорил такие вещи. Вот я понимаю, о чем он говорит. Он говорит, когда ты молчишь, говорит, на Бога, говорит, когда ты молчишь. Помните это? Говорит, я как нисходящий в могилу, я как мертвый. Он имел в виду духовное вот это мертвое состояние. Я не живу, я маюсь вообще. Тебе это знакомо, друг? Вот спроси сам себя. Может, мне не отвечать, но себя спроси. Я сегодня хочу вас немножко еще и расшатать в хорошем смысле. Знаете, хорошо почитать, хорошо что-то послушать, хорошо еще какие-то вещи, знаете, приобщиться к чему-то. Но Божий голос. Один на один с ним. И он говорит, я как мертвый. Он говорит, не будь безмолвен для меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Он не говорит, что он умрет. Он говорит, как мертвый. Похож на мертвого. То есть, когда верующий человек, я имею в виду даже ученик, вот конкретно, он не слышит Божьего голоса, а он ничем не отличается вообще от любого другого. Ну что тебя отличает от неверующего? Что? По сути, ничего. Ты не можешь ничего такого назвать, кроме одного. Я могу услышать Божий голос. Если ты придешь, скажешь кому-то на улице неверующему эти вещи, он будет на тебя странно смотреть, как на сумасшедшего. Правда? Вы здесь? И он говорит, что ты не молчи. Смотрите. Сам Иисус, он говорил о своем голосе божественном такие вещи, что наступает время и настало уже, да? Когда мертвые, услышав голос Божьего Сына, выйдут из могил, а живут. Услышав, а живут. Запомни вот это. Услышал, а жил. Если у тебя вот бывает состояние, что ты просто как мертвый, реально. Я думаю, что и кто-то духовный тут понимает, о чем я говорю. Что ты просто ничем себя вообще даже не чувствуешь отличия. Закостенел внутри. Тебе нужен Божий голос. Давид в стихотворной форме описывает, что производит Божий голос. Он говорит, разрешает от бремени ланей. Бремя. Знаешь, несбывающиеся какие-то вещи. То есть ты ждешь. Вот это бремя, это ожидание. Тяжесть. Ты ждешь. Знаете, еще духовные люди любят это слово. Ты что-то рожаешь. Выкидыш. Оказывается, без Божьего голоса можно не родить, будучи беременным. Как это называется? Выкидыш. Роды от Бога. Он говорит, доведу до родов и дам родить. Голос. И он говорит, вот как если ты когда-то испытывал, я думаю, что ты поймешь. Когда тебе тяжело, когда что-то долго не сбывается, и вдруг ты слышишь Божий голос. И он говорит, бремя падает. Это не просто голос, сообщающий информацию о том, что будет хорошо. Происходит реальное действие внутри. Время падает. Амин. Что еще? Он говорит о том, что Божий голос обнажает леса. Ну, лес. Звучит Божий голос, и вдруг лес становится голым, обнаженным. Слово обнажает, оно здесь ключевое. Когда ты слышишь Божий голос, знаете, как рассеивается в заблуждение. Вот говорят, темный лес. В лесу блуждаю, да. И Божий голос делает так, что все становится ясно. Вот когда ты, я часто спрашиваю, знаете, когда что-то очень тяжелое обстоятельство, какие-то запутанные. Я задаю вопрос. Я говорю, Иисус, где ты за всем этим? Вот за всем этим. Ты где? Вот тут доводы, обстоятельства. Вот. Где ты за всем этим? И когда звучит Божий голос, такое чувство, все обсыпается, и ответ очевиден. Это происходит действие. Скажи, действие. Действие. То есть Божий голос, он обнажает. Еще могу сказать так, обличает. Слово обличает не носит обвинительного смысла. Я хочу сказать, вот знаете, часто говорят, там, Дух Святой обличает, и как будто предполагается, что ты начинаешь чувствовать себя виноватым. На самом деле, слово обличение от слова лик – истинное лицо. Бог тебе покажет твое истинное лицо. Ну, не дай Бог, да. Дорогой, твое истинное лицо – это образ Иисуса Христа, Сына Божьего. Он пришел тебя познакомить с тобой же самим. Говорит, смотри на меня, вот это ты в своем первозданном виде. А некоторые люди думают, что когда в Библию смотришь, только и видишь, какой ты там. И то в тебе не так. Но он же в ангелах недостатки находит. А в Сыне Своем не нашел ни одного. И создал тебя по его образу. Аминь. Поэтому и написано, сделал совершенным навсегда. Аминь. Или это теология не укладывается? Потихоньку. Скажи кому-то рядом, Бог сделался совершенным навсегда. Через единократное приношение Сына. А вот это вам понравилось, я смотрю. Молодцы, класс. Что еще делает? 28-й псалом, 7-й стих. Он говорит, глаз Божий высекает пламень огня. 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 Знаете, что происходит? Возжигает светильник твой. Ты свет миру. Иногда ты такой сверх, что думаешь, лучше домой спрятаться. Как же зажечься? Мне иногда говорят, мы к вам придем, огоньку вашего хочется. На собрание на ваше. Я говорю, ну вот, приходи. Ну как, иногда это хорошо, но ты должен уметь сам. Когда ты услышишь Божий голос, ты так загоришься. Мы читаем в Писании такие примеры. Там, возжигаешь светильник. Там, горя духом проповедовал. Огонь это важно. Знаете, что такое огонь? Это символ служения. Если ты не горишь, ты не сможешь служить. Водичка для тебя. Вино тоже. Масло это уже чуть-чуть получше. Но огонь, он зажигается от масла. От воды нет. Вы понимаете этот язык духовный? Поэтому огонь нужен. Он делает своими служителями пламенеющий огонь. И зажечься можно только от его слова. Почему я говорю, что огонь это символ служения? Когда ты горишь, ну давай представим, что если бы я тебя позвал и взял тебя сейчас поджег физически. Что бы ты, и потом бы тебе говорил, давай порассуждаем о Боге. Да, да. Или порассуждаем о твоих проблемах вообще. И ты такой сел, горишь и сидишь и рассуждаешь. Спокойно. Что бы ты стал делать? Две вещи происходят с человеком, в котором зажигается огонь. Он не может больше сидеть. И не может быть тихим. Говорю, что ты орешь? Бог не глухой. Ну если бы ты горел, ты бы тоже не смог. А поскольку в тебе тихие воды пока еще. Но голос Божий высекает, написано, пламень огня. Хочешь гореть, начинай слышать его голос. Скажешь, как? Сейчас дойдем до этого. Дальше написано. Пятый стих. Видите, обычный псалом. Давид что-то знал. Он говорит, голос Божий, глаз Господа сокрушает кедры. Кто такие кедры? Кедры это такие деревья. Из них, кстати, строили храм Соломона. Там есть кедра строят. Самые, да, они такие очень. И благоухание от них. Считается, что нервную систему успокаивает. Ну скажу так. Справочник говорит об этом как о символе благополучия и процветания. Почему-то надо сокрушать благополучие и процветание. Я бы так сказал, что голос Божий сокрушает всякое самодовольство. Знаете, такое благополучие. Я уже разбогател, ни в чем не имею нужды. Все у меня нормально, пастор. Какое исполнение духом. Какой Божий голос. Я слышу его каждый день. Знаете, ну, с одной стороны, мы можем сказать, ну, я не сильно-то хочу, чтобы меня что-то там обличало, ну, там, как это написано, сокрушало. Но мы знаем, что Бог живет в сокрушенном сердце. А ты бы хотел иметь гарантию, что ты не возгордишься. Ну, реально. Если ты верующий человек, я думаю, что каждый бы хотел иметь такую, знаете, методику, как не возгордиться. И знаете, как говорят религиозные люди? Ну, они же метод придумывают, ревнители закон. Они говорят, проблемы нужны. Не нужны проблемы. Библия говорит, голос Божий нужен. Он тебя сокрушит и будет держать тебя в сокрушенном состоянии. В обычном, мягком, добродушном нраве. Вот что делает Божий голос. Это проблема, не сделая человека смиренным. Никогда. Не, ну почему там? Бывает, что зубы выбьют, он сразу смиренный, без зубов. Нет. В откровении написано, кусали языки от мучений, хулили Бога небесного. Мучения. Все говорят, вот доберется до тебя Господь собаку, спустит в сатану, там, знаешь, он тебя погрызет и будет тебе. Это не работает. Это не работает. Даже если в мучении, в страшном мучении человек не услышит Божий голос, то написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Не мучениями он признал его Господом, а Духом Святым. Аминь. А мне огонь загорел. Поэтому, если не хочешь быть самодовольным, если хочешь иметь гарантию, что ты не гордый, что ты сокрушенный, что все нормально, не проблем жди, Божий голос ищи. Написано, глаз Божий сокрушает кедры, даже если все хорошо. И в то же время, если голос Божий звучит через тебя, любой дуб может быть сокрушен. Я своему мужу уже 20 лет говорю, например, ну кто-то скажет, а он дуб упрямый, не хочет слушать. Голос Божий ему нужен, а не голос бензопилы. Извините, сестры, но это братьев тоже касается. Смотрите еще, написано, Бог говорит, ожесточу фараона. Я все время думал, как он это делал, ожесточал его сердце. Хотите, скажу? Он с ним просто не говорил. Царик, он только услышал, что это, говорит, помазанники мои, что ты делаешь. Тут же вернул цару. Смирение, ха, аллилуйя. А фараон ничего такого не слышал. Он думает, Моисей, кто такой Моисей? И Бог с ним, духом своим, не говорил. Бог такой жестокий, он там его что-то подкрутил, ему гайки ожесточил. Он просто с ним не разговаривал. Вот и все. И все. Ему уже говорили, глаз Божий, его же собственная колдуна, это, говорит, перс Божий. Это Бог. А он не слышал. Вот что такое, нисходящий в могилу. Не хочешь быть ожесточенным, голос Божий тебе нужен. Вот просто позарез. Аминь. Точно так же напомню вам историю. Лаван, помните, гнался за этим, за Иаковым. И уже все, настиг, одна ночь оставалась между их встречей. И он услышал, он говорит, не трогай его, береги себя. И Лаван пришел там, на тебе, так и сяк поговорил, но не тронул. Божий голос остановит любого твоего врага. Но прежде всего он должен сокрушить тебя. Аминь. Теперь дальше. Теперь дальше. Восьмой стих. Глаз Божий потрясает пустыню. И он там говорит, конкретно какую пустыню, к Одессам. Да, ну смысл. Пустыня. Это что такое вообще? Пустыня, дорогие, это унылое, страшное, безмолвное место. Я могу перечислять много символов, чего она является. Это и одиночество, и засуха. Вот бывает одиночество. Знаете, такое белое безмолвие. Или просто жесткое такое. Когда хоть поговорить бы с кем. Я не знаю, как ты, дорогой, я эти вещи проходил. Кажется, просто вот за этот голос ты бы сейчас отдал все на свете. Просто поговорить бы. Бегу за другом, но и того нет. Вот она пустыня. Все отвернулись. Может быть, такие вещи. Но пустыня есть пустыня. И вот говорится о том, что Божий голос, он потрясает пустыню. Он не просто ее там разбавляет, чуть-чуть лучше становится. Он, знаете, как хулигана за шманты. И именно там он это хочет делать. Самое потрясающее, вот это слово, потрясающее. Самые потрясающие вещи происходят где? В пустыне. И говорит, Бог меня ввел в пустыню. Только для одного. Потрясти пустыню. Не тебя. Евреев он туда ввел, да, и там им показывал трубные, глаз, там все эти. Ну, потрясающие вещи, правда? Аминь. Скажи кому-то, Бог потрясет все твои пустыни. Бог потрясет все твои пустыни. Просто приведет страх. Твою нищету, все, что тебя там делает опустошенным. Даже твою, знаешь, бездуховность определенную. Я сейчас, понятно, что все духовные, ну, на будущее. Если вдруг. Аминь. Как же ж услышать этот Божий голос? Сейчас мы подходим к самому главному. Исполнение Духом Святым. В этом же псалме 3-4 стих написано, как звучит голос Божий. При каких обстоятельствах. Здесь написано. Глаз Господень над водами. 3-4 стих. Глаз Господень над водами. Бог славы возгремел. Вот они все эти проявления, о которых мы говорили. Господь над водами многими. Глаз Господа силен. Силен. Глаз Господа величественен. Какие воды? Что это за воды, дорогие? Можно подумать, что Давид сидел возле речки и говорит, вот здесь ты мне будешь говорить. То есть ищи, значит, озеро, водоем, водопад. Ну, хоть что-то водяное. Нужно подумать, что наш Господь, Он как водяной. Знаете, в воде только разговаривает. И нельзя так про Господа. Конечно, нельзя. Но, дорогие, идет речь о духовных вещах. Вы видите это? Знаете, мы не те люди, как там однажды воевал кто-то с Израилем и говорит. Их Бог, Он есть Бог гор. Ну, горы. Там по морде получили. Говорят, нет, наверное, Бог долин. И Давид не один из них, который говорит, он все-таки Бог воды. Знаете, воды, это воды, имеется в виду духовная сфера. Бог говорит с тобой в Духе Святом. Аминь. И вот мы подходим к тому, знаете, я хочу в подтверждение еще несколько таких, сказать, вещей, которые меня лично очень захватывают. Давид говорит таки, говорит, голосом водопадов твоих, бездна бездну призывает. То есть, духовные вещи, бездна, Духа. Говорит, голосом водопадов. Он как-то это к воде опять привязывает, да? Иоанн, когда увидел его, и он заговорил с ним, говорит, и голос его был как шум вод многих. Вот он, глаз Господень над водами многими. Везде, где начинает быть наполнение Духом, там только можешь ты слышать Божий голос. Явно, сильно, величественно. Когда ты говоришь, Бог с тобой разговаривает. Я недавно одну девушку спросил, пытаясь выяснить, рождена ли она свыше. Вот так вот. У меня были сомнения, я так вижу, что вроде она так с радостью все принимает, но ты в Духе чувствуешь, она как не входит туда, ну вот, вовнутрь. Я думаю, что если ты хоть раз благовествовал, ты понимаешь, о чем я говорю. Я спросил, Бог с тобой разговаривает? Вы знаете, я когда пришел к Богу, ну или как Бог вошел в мою жизнь, называйте это как угодно, я с первого дня знал, что я уже слышу Бога. Поэтому я всегда забочусь о том, чтобы человек, который приходит к Богу, чтобы он понимал вообще. По крайней мере, его это не должно удивлять, что Бог может с тобой заговорить, потому что он уже как минимум знает, что Бог есть и ищущим воздает. Аминь. То есть, когда ты понимаешь, что человек наполнен Духом, он всегда будет слышать Божий голос. Смотрите. Вода – это исполнение Духом, о которой говорит Иисус, что потекут реки воды живой. Ну, вообще, крылатое место Писания, да, говорит, что у верующего в меня из чрева потекут реки воды живой. Скажи, вода живая. Живая вода. Иисус так настаивал на этих реках. Он так хотел, чтобы вот это каждый верующий человек, он начинал переживать вот этот момент. Я просто думаю, не о молитве. Знаете, он шагает дальше, он начинает говорить, там, с Никодимом говорит за дыхание Духа, сразу за духовные вещи. Я думаю, вот верующий человек, когда к Богу приходит, он видит это, что Бог двигает дальше. Он хочет, чтобы ты оперировал в духовном мире, чтобы умел найти эту воду, сделать так, чтобы действительно ты ее, ну, как, переживал, чтобы она текла, чтобы тебя наполняло. Аминь. Что происходит, когда вот это, когда это с нами случается, как мы уже перечислили? Приходит жизнь, мертвая оживает, время падает, да, приходит ясность, уходят заблуждения. Если бы все люди исполнялись Духом Святым, верующие, ученики, вот этих бы ересей бы не было. Это все берется от споров о законе. Знаете, Павел людям все время говорил, да хватит уже эти споры. Это все только признак поврежденного ума. Если бы вы исполнялись Духом, вам бы все ясно было. Вот она, ясность. Говорит, воспламенение, как заставить себя благовествовать? Вы знаете, что Иисус, он когда говорил о крещении Духом Святым, он сказал, и будете свидетелями. То есть у этого цель вообще-то есть. Кроме того, чтобы наслаждаться и там получать ответы, еще цель есть. Быть свидетелем. Никто не может быть свидетелем Иисуса, если не наполняется Духом Святым. Почему ты боишься, например, говорить? Потому что огонь внутри не горит. И в том числе мягкий характер. У тебя вот, например, есть проблема с характером? У меня есть. У тебя нету, но кому-то другому, значит, посоветуй. Вы знаете, меня очень впечатляет. Я думаю, что все слышали за такого человека, как Смит Вигглсворт. Да, ну его называют апостол веры. Он в 20 веке жил. И там он чудеса такие делал, все там. Но меня впечатляет другой момент. И из-за этого у меня родилось целое откровение о том, что характер — это такая же, бывает, болезнь, как физическая. И, соответственно, она может быть исцелена. Значит, нас Бог переплавляет, все говорят. Воспитывает, закаляет наш характер. Это есть, этому есть место. Но лучше вот этого перемалывания и переплавления, исцеления духом характера. И вот он это пережил. Я нигде такое не считал, вот кроме как у него. Ну так, акцент на этом не ставился. Он был человек с таким тяжелым характером. Его жена там служила, он там охладел чуть-чуть, занимаясь бизнесом. И однажды она пришла домой, поздно. И он говорит, я хозяин этого дома, я не позволю тебе так поздно приходить. Она такая, я была на служении. Мне все равно. Но она стала с него смеяться. В итоге он ее вышвырнул из дома и закрыл дверь. Она оббежала вокруг дома и зашла сзади у двора. Ну и села и стала смеяться. Ее заразительный смех, ну он как-то его растопил чуть-чуть, и он понял, что у него проблема с характером. Он все время ворчал там на еду. Но он сам об этом писал. И что он сделал? Он на 10 дней уединился с Богом. И знаете, как я это иногда вижу? Человек уединяется и даже попастится, выходит такой смирненький, хорошенький, но только поест пельмешек, и все начинается сначала. Что это означает? Это называется методика. Взял себя голодом, поморил, когда сил нет на жену ворчать, и он такой уже типа... Но Божий голос услышать, вот что важно. И Смит, он вышел после этого, и на протяжении всей оставшейся жизни многие люди имели, ну мечтали иметь такой дух, как у него. Не силу, в которой он служил, а именно характер. И хотя там про него ходят легенды, что он там бил кого-то в живот, там еще что-то, но отличался, но имеется в виду, когда бесов выгонял, кто не знает, сейчас подумает, кого он там живет бил. И такие классные. И он отличался со страданием, он кормил детей на свои там заработки, то есть дети его там обожали, то есть у него был очень кроткий дух. Смотрите, произошло исцеление характера. Почему? Просто произошла какая-то встреча у него. Там не описывается, что там было, но я верю, что этот крепкий кедр дрогнул от Божьего голоса и стал другим, изменился, без всякого переплавления. Ну кто-то может сказать, да, тут в другом дело, жена просто умела смеяться так, что сердце плавилось. И это тоже, сестры, вы лучшие. Давай дадим Богу славу. Да, давай, смелее. И вот этот человек, представьте, ему принадлежит такая фраза. Он говорит, я верю, что ошибочно ожидать Духа Святого. Ошибочно. Он говорит, Святой Дух давно ждет тебя. То есть что-то должно произойти с твоей стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok